Польша пишет новую историю Украины, Запад покидает Киев. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования обозревателями России Сегодня. Серию небывало резких заявлений в адрес Украины озвучил в эфире Польского радио министр иностранных дел Польши Витальд Ващиковский. Министр давал интервью по итогам посещения им Львова 4-5 ноября. И на вопрос, будет ли он рекомендовать президенту Польши Анджио Дуди осуществление визита на Украину в декабре 2017 года, ответил уклончиво отрицательно. Витальд Ващиковский сообщил, что президент сам будет решать этот вопрос, а он, министр, для начала хотел бы ознакомить Анджио Дуду с результатами собственных переговоров. И результаты эти в интерпретации министра крайне неутешительны. Он назвал два камня преткновения – проблемы в сфере образования и вопросы реституции церковного имущества. Однако после этого министр выступил с рекомендацией Украине строить свою историю не на «героях» в кавычках УПА и АУН, а на «героях» в кавычках Майдана, так называемая «небесная сотня» в кавычках, и войны в Донбассе – «нацистские добровольцы» в кавычках «каратели». Таким образом, Витальд Ващиковский определил главную проблему польско-украинских отношений – строительство украинского государства на идеалах бандеровщины. Об уровне проблемы свидетельствует факт слабо заваулированной угрозы в реплике Ващиковского. Он говорит, что со стороны Украины является глубокой ошибкой считать, что Польша будет поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем – исторических или образовательных. Фактически, это ультиматум. Он сформулирован не так жестко, как месячной давности венгерский. Напомню, Будапешт пригрозил блокировать все проукраинские мероприятия в рамках ЕС и НАТО и уже начал осуществлять эту угрозу. Но и требования Венгрии были значительно умереннее и касались только обеспечения интересов венгерского меньшинства в связи с принятием Верховной Радой закона, фактически отменяющего образование на языке национальных меньшинств. Польша, в отличие от Венгрии, требует от Украины пересмотреть официальную идеологию и трактовку Киевом чувствительных для Варшавы исторических проблем. Чтобы было понятно, это все равно, что потребовать от России отменить празднование Дня Народного Единства, поскольку ополчение Минина и Пожарского польский гарнизон в Кремле обижало. Характерно также, что несмотря на усилия Киева нивелировать негативный эффект от своих инициатив в сфере образования, как Польша, так и Венгрия продолжают занимать жесткую позицию. Украина обещала дифференцированное применение закона к разным национальным меньшинствам, фактически давая понять, что он направлен только против русскоязычных граждан страны, и даже подписала соответствующие двусторонние меморандумы. Тем не менее, Варшава и Будапешт требуют отмены закона, хоть и не всегда заявляют об этом прямо. По сути, восточноевропейские страны, бывшие лоббистами украинских интересов в ЕС, Польша и вовсе заслуженно носила титул главного европейского адвоката Украины, не просто отказывают Киеву в дальнейшей поддержке, но погружают его в дипломатическую изоляцию. Заметим, что бандеризация украинской политики началась не сегодня и не вчера. Ющенко, будучи президентом, даже присваивал Бандере Ишухевичу, наиболее одиозным руководителем АУН и УПА, звание Героев Украины. Но тогда это Польшу не очень беспокоило. До ультиматумов дело не доходило. Впрочем, фактическую дипломатическую изоляцию Украины осуществляют не только восточноевропейцы. Скорее, они даже вторичны. ЕС в лице Франции и Германии давно устранился от работы в нормандском и минском форматах, сбросив контакты с Россией по вопросам реализации минских соглашений на спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера. Все бы ничего, но США не являются участником или гарантом соответствующих форматов и никаких обязательств на себя не принимали. Сами США в лице Волкера также изолируют Украину от активного участия в переговорах, решающих ее судьбу. Киевские «патриоты» давно уже бьются в истерике по поводу того, что Волкер встречается с глазу на глаз с Сурковым, обсуждает Украину без Украины, против чего всегда яростно восставал Киев, а потом только доводят до киевских властей новые руководящие указания. Последняя из них в очередной раз продемонстрировала вторичность Киева. Волкер просто не рекомендовал Украине подавать свой проект резолюции ООН об введении миротворцев в Донбасс, посоветовав договариваться с Россией. В Киеве попытались сделать хорошую мину при плохой игре. Там высказали резонное предположение, что договариваться с Россией на самом деле будет США, а Украине надо будет эти договоренности только исполнять. Но при этом заявили, что поскольку интересы Украины и США полностью совпадают, то такой формат переговоров для Киева даже лучше, чем прямое общение с Россией. Это они лукавят. Если вы напрямую не участвуете в переговорах о своей судьбе, то никто ваши интересы отстаивать не будет. Кстати, резко ужесточившаяся позиция Варшавы и Будапешта по отношению к Киеву Это отличное подтверждение этой аксиомы. Просто надо же как-то объяснить населению, что случилось, что весь мир с нами, образца 2014 года, через неполные 4 года превратилось в «Весь мир договаривается с Россией за наш счет». Между тем, жесткие требования к Украине от стран Восточной Европы полностью повторяют действия западноевропейцев полуторагодичной давности. Тогда Париж и Берлин требовали от Киева строго выполнять Минские соглашения, но не особенно огорчались продолжавшемуся украинскому саботажу. Они просто использовали этот саботаж как аргумент для фактического отказа от учета позиций у Киева и изъятия его из переговорного процесса в формате «Россия-ЕС-Украина», превратившегося в двусторонний ЕС-Украина. Теперь и восточноевропейцы нашли повод для аннулирования своих обязательств по отношению к Киеву и выходят на прямые контакты с Москвой по поводу судьбы остатков Украины. Американцы – последние, кто уже не учитывая позицию украинской власти, пытаются контактировать с ней в вопросах продвижения собственной позиции. Они еще рассчитывают на то, что ручной киевский режим, готовый исполнить любое приказание, может послужить аргументом для выторговывания у России хоть каких-то уступок, но уже и США максимально понизили, до одного волкера, уровень своего общения с украинской властью. Главное же, они не могут привести доказательства того, что действительно способны заставить Киев выполнить договоренности, достигнутые в формате «Россия-США». Именно внутренняя слабость Украины, недееспособность киевской власти, разгорающаяся в Киеве война лидеров Майдана в формате «Все против всех», заставили Запад вывести украинский режим за скобки дипломатического урегулирования. Те, кто раньше потерял надежду на возможность выгодно продать Украину России, раньше и вышли из процесса, озаботившись минимизацией последствий украинского кризиса и сопровождавшей его санкционной войной для своих экономик. Те, кто питал иллюзии дольше, пришли к этому решению позже, но в конечном итоге одни и те же причины приводят к одним и тем же следствиям. На первый взгляд парадоксально, но только Россия, которой не нужен украинский Афганистан на границе и которой программа минимум, было бы желательно успеть достроить Северный поток-2 и Турецкий поток до полного обвала украинской государственности, остается последним окошком Киева в большой прекрасный мир. Впрочем, украинские власти в милитаристском психозе и с Москвой пытаются разорвать дипломатические отношения. Если добьются успеха, МИД Украины можно будет ликвидировать за ненадобностью. Мелочь, а бюджету выгода. ООН и УПА – террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России. Ростислав Ищенко – президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня». Польша пишет новую историю Украины. Запад покидает Киев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова